Программа губернатора Московской области «Активное долголетие» реализуется на территории городского округа Щелково с октября 2019 года. Мероприятия программы направлены на увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Пенсионеры и лица предпенсионного возраста могут участвовать в данном проекте. Это женщины старше 55 и мужчины старше 60. На сегодняшний день всего обратилось 1300 человек, из них 1170 женщин и 130 мужчин. Для лиц пожилого возраста еженедельно специальным автобусом осуществляются экскурсионные поездки. 25 февраля в универсальном спорткомплексе Подмосковья планируется открыть клуб активного долголетия. В медицинских учреждениях округа определен единый день для приема граждан. На портале «Активное долголетие» в блоке «Здоровье» размещена информация о записи на диспансеризацию. Для комплексного центра социального обслуживания населения закуплен специальный транспорт в целях доставки проживающих в сельской местности людей старше 65 лет в медицинские учреждения. Другой вопрос, который обсуждался на совещании – погашение долгов перед поставщиками энергоресурсов. В целом, по сравнению с таким же периодом годовой давности, эта долговая нагрузка снизилась. На данный момент задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по состоянию на 28.01 составляет 186 млн. рублей. Из них за услуги газоснабжения 157 млн. рублей, за услуги транспортировки газа 20 млн. рублей, за услуги электроснабжения 8 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом, задолженность снизилась на 36 млн. рублей. На совещании сообщалось, что в округе продолжается работа по взысканию задолженности с управляющих компанией перед поставщиками энергоресурсов. Здесь также есть снижение на 22 млн. рублей. Одновременно с этим было отмечено, что долги жителей по коммунальным платежам существенно ниже, чем у обслуживающих их дома управляющих компаний. По нескольким таким фактам со стороны администрации муниципалитета направлены обращения в правоохранительные органы и в ГЖИ для проведения проверки и принятия мер к организациям-неплательщикам. На совещании также обсуждалась адресная программа инвестиций в городском округе. По ней были названы цифровые показатели, на которые планируется выйти к 2024 году. На ближайшую перспективу до 2024 года плановые показатели инвестиционной деятельности определены в следующих параметрах. Инвестиции в основной капитал за исключением средств и бюджета к концу 2024 года должен быть увеличен на 35,3% по сравнению с 2018 года и составит не менее 9 млн. рублей. На оперативном совещании более 20 работников муниципалитета были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными медалями. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.